Федеральное казенное учреждение Справительная колония номер один в городе Донской Тульской области Посетил руководитель пенитенциарного отдела Тульской епархии Протерей Игорь Бабухин Чтобы поздравить победителей конкурса православной иконописи канон И передать в тюремный храм ценный подарок Евхаристическую чашу Я сейчас передаю вот эту богослужебную чашу На которой даже есть надпись Которая, да, она теперь принадлежит храму Максима Исповедника То есть за первое место в конкурсе В российском конкурсе не числом, а смирением Пожалуйста, отец Александр, примите эту чашу И пусть она у вас в этом храме будет всегда В этот раз в номинации храмового икона Диплом первой степени присвоен иконе Господь Вседержитель С сюжетами Страстной Седмицы Созданной мастерами православного реабилитационного центра Православной общины исправительной колонии номер один Резная икона выполнена с максимальным соблюдением церковных канонов иконописи На дереве, с поволокой и грунтом Темперными красками и покрыта натуральной олифой В большинстве случаев это больше занятость человека То есть никто не преследует какие-то цели для себя масштабные То есть именно через тру, чтобы человек приходил к Богу Православный храм, православная вера Которая она дает возможность такому человеку, осужденному За какое-то преступление Почувствовать то, что у него есть будущее Вера в Бога ему дает возможность Познать, что такое есть любовь Дает возможность познать, что такое есть Бог И на основании вот этой веры в Бога То есть для человека, находящегося здесь, получается так Что он уже может думать о том, что он будет делать после своего освобождения И вот священники, которые приходят и окормляют исправительное учреждение Дают возможность через себя Сделать так, чтобы те люди, которые здесь находятся И осуждены почувствовать Христа в своем сердце И вот тогда и получается то, что вот оно будущее Этого человека, оно становится понятным И поэтому и получаются такие Как вот результаты, когда Здесь в исправительном учреждении Люди начинают молиться То есть приходить в храм исповедоваться Делать и писать вот такие вот иконы То есть происходит Перерождение человека То есть происходит воспитание человека Всероссийский смотр не числом и смирением Проводится с 2013 года в рамках международных рождественских чтений Среди прихожан православных общин тюремных храмов В рамках смотра раз в два года проходит конкурс Православной иконописи осужденных канон В один момент подошел ко мне Константин, наш старостан И попросил, говорит, давай подумаем, что-нибудь сделать на конкурс И вот посмотрели все наши модельки, которые у нас есть И что-то из этого выбрали, что-то прикинули Ну и вот, в принципе, получилась такая икона На трудном было делать? Ну, да так-то ничего особенного А сколько по времени делали? Ну, мы делали вдвоем Я в основном, можно сказать, моя профессия – это оператор станкачпу Изготовление икон – это совершенно другая профессия Это 3D-моделирование Это уже другой человек у нас Ну, в принципе, я тоже ему помогаю всегда А так у нас другой человек это делал Ну, а вам, как оператору, да, недалекому от этого человека Интересно было именно иконам делать? Как вот ощущали, вообще чувства, какие спекты То, что все-таки такая вещь, ну, необычная Да у нас где все необычные Вся церковная утварь, все мы сейчас делаем Иконостас, местные храмы здесь, в Тульской области Не самое главное для Бога – это первые места Наверное, это так, но если не будет стремления к чему-то лучшему К усовершенствованию, то не будет никакого результата И очень здорово, что мы находимся на Турской земле И представляем вот данный конкурс на российском И даже не только на российском, но и другие страны бывшего СНГ Принимали участие, 82 региона принимало участие И несколько подразделений из Белоруссии было И мы заняли, Тула заняла первое место Я сам присутствовал в самом главном храме нашей страны Где нам был вручен вот эта богослужебная чаша За первое место И сложно передать вот эти чувства, которые находятся внутри каждого человека В частности у меня Когда я принимал вот эту чашу и почетные грамоты, дипломы для осужденных Я выходил несколько раз, это было очень приятно на самом деле Осуществляя свое служение в местах лишения свободы Православная Церковь Христова не является судьей, приступившему закону Не соизмеряет его вину и наказание Но приходит вручевать душу оступившегося Призывая человека к покаянию и духовному перерождению Через творчество, смирение и молитву Через творчество, смирение и молитву